значит я домой прихожу меня торшер стоит стул стоит как обычная мебель я всматриваюсь и вижу что это замаскированные стоят люди торшера руки по швам у него стоит но если вот к нему подойти он отойдет у них команда совершенно другая стоять я подошел ну его кулаками не отреагировал отреагировал вышел он из маскировки ребра все потирает плохо но вы чека побили да получается а женщина ваша что видели что-то или это то ну женщины у меня пистолковые они рот открыли рубль дать понял я в милицию пошел мне там человека с автоматом дали проверили все ли пошли домой ко мне вот и кого с автоматом этим и мы нашли ничего бригаду мне вызвали теперь вы здесь смотрите криминальную россию здравствуй здравствуй вот давай я тебя спрошу как твое эмоциональное состояние эмоциональное да ужасно я в турцию путевку купил ребят какое еще у меня состояние лететь должен был на сегодня можешь обменять на поездку в сочи иди в пизду своими сочами ясно ясненько ну что ж друзья здравствуйте рады вас приветствовать сегодня надо было закрыть рады все прости прости все ясно антон власов здравствуйте сегодня вместе с вами и джек гридин к сожалению обломался с поездкой в жаркие страны но ничего страшного в том году так же было ничего не ездил же как-то куда-то потому что нужно выбирать наши ленинградские заповедники зубрятники туда съездить да и там мама полный спектр окажут услуг разных душ шаркодерсен валь в дубае поеду 35 час ой это там как отдохнуть а будешь сидеть постоянно в этой в установке автобусной где похолоднее что ж друзья ладно сегодня собрались с вами по новому поводу по новой серии но не криминальной россии в общем мне пётр посоветовал посмотреть не менее ужасного маньяка-убийцу который орудовал на территории тамошней украины анатолий анапоренко вот он самый друзья значит я честно скажу тебе антон вот это один из самых жучайших вообще мы не жуткий жуткий да ну вот понимаете да вот жуткий на фоне тех кто тоже убивал людей он убил несколько вещи просто короче вот этот мальчишка как сказать это но это не как манечишка правильно сказать да ходил в квартиры и семьями убивал это просто на звери маньяк помер из могилы а значит что ситуация такая да в общем насколько я понимаю да я это вот украинский терминатор его еще кликуха или харьковской как-то так он терминатор задались вопросом был ли кто-то до в наших странах снг до наших ближних там товарищей кто по уровню жести мог превзойти чикатило и вот нашелся такой да ублюдок который просто после не знаю это больше убил да я так понимаю больше он сверстывал тоже достаточно долго вот и еле поймали вот и называется вот я не знаю правильно неправильно мы делаем чистосердечное признание будем смотреть да но мы запишем это все цикл криминальная россия да чтобы там понятно не это не отстраняться но это но это она ребят тоже нтвшники делают ой я помню заставочка ой заставочка немножко по-другому все выглядит но сами понимаете про него там не так много потому что все-таки российская тема анатолий она приятно для украинцев это имя звучит страшнее знаменитого чикатило он мечтал превзойти ростовского маньяка по количеству жертв поэтому убивал целыми семьи и зверь детей на глазах у родителей другие считают что я убийца маньяка на самом деле я самый большой потерпевший я это все делал и видел это все я страдал больше всех ну что они видели после того пришли там поплакали повещали все а я это все делал и это этих детей не едины когда смотрят на тебя вот убивал и чего понимаешь да понимаешь это он настолько настолько чувствует свою безнаказанность или что да вот он такая вот у него убеждение что он вообще потерпевший да под дурика косит под дурика под идиота косит в дурку хотел угодить какой жесткий выпуск у нас сегодня будет причем это будет знаете что я так понял ну раз это чистосердечное признание кто смотрел помнит там а все перемешку то есть там и интервью и то что случилось до что случилось после то есть это уже как бы ну такое расследование да больше вот при ком случилось кто там был начальством да какие ошибки они сделали то есть даже но не то что не интереснее а это даже как оно более такое обстоятельное расследование что ли 99 году президент украины леонид кучба ради сближения с европой запретивший смертную казнь лично просит международной организации сделать для анатолия наприенко исключение я не я не вижу другого наказания кроме смертной казни я готов обращаться во все международные организации потому что такие нелюди и не должны быть на нашей земле то есть подожди это получается подвиньте чуть-чуть это президент кучма на тот момент сам сказал европейскому союзу что мы ребята мы конечно против смертной казни против да но этого человека казнить нужно обязательно что-то я такого не помню да до этого никто так не просил президент сам представьте ситуацию президента просят помилование президент сам идет и говорит давайте его расстреляем что же это за тварь такая после ареста наприенко прошло уже 9 вот кто-кто но ким чен-эн бы вообще бы не ким чен-эн я думаю за булавку с его стола свистнуто тебя бы из зенитки бы расстрелял просто здесь же что это что это у тебя в кармане такое а булавочка все ты че у тебя и всех твоих друзей и всех твоих близких да не это слишком гуманно это вот как раз вот я думаю что ким чен-эна просят эти момент такого оружия здесь можно даже смотри ким чен-эна просят хотя бы застрелить как собаку он такой не 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 мы сейчас будем взрывать динамитами шашками всякими какой-то момент он перестал общаться с внешним миром все это время ни одному журналисту не удается встретиться с ним возникает версия что она приенка уже мертв а где он разыскали место где должен содержаться самый опасный маньяк века это очень а это как-то может быть на смысле разыскали так он же но я не понимаю начал у нас нет никакого реестра где-то есть это все для тебя наконец-то это медленно дурака туда номер 8 города житомир мы на вышке охрана человек в прогулочном дворике он тот самый он на приемке все-таки он же он не желает больше ни с кем сидеть мы тоже администрация это и с ним никто из других осужденных не желает задеть мы это учитываем это камера анатолия наприенко в неприступной житомирской тюрьмы 11 лет цветной телевизор после 10 лет на вышке полагает что разрешает да ты чё да не себе такого у меня другого слова нет ну слушай все таки целом это же европейская замашка отмена крипо крипослов да очень по-европейски отмена смертной казни и соответственно гуманность во все поля вот у нас тоже и вот везде где вот принят этот я понял но слушай кучма ходил обивал пороге грязь застрелим давайте убьем давайте давайте а тут такая телевизор телек поставим может потом компьютера еще и велик и playstation 5 playstation 5 2 на тот момент дорогие друзья я и мой коллега никита юрьевич профессионально деформировались от просмотра криминальной россии нам как и обычному человеку необходимо эмоциональная разрядка для того чтобы получить новые жизненные силы меня вот всегда интересовали новинки игровой индустрии но мощности моего следовательского пк хватит разве что на сканирование отпечатков пальцев что не может не огорчать ведь ни для кого не секрет чтобы запустить новую игру необходимо мощное железо а именно в видеокарта которая сейчас стоит неоправданно дорого посмотрев на все это дело на цене который завышен раза в три я уже было распрощался с triple и игровыми проектами но на помощь мне пришли компьютер щеки из gfn.ru gfn.ru будущее которое уже наступило это современный облачный гейминг который позволяет запускать новинки игровой индустрии с высочайшими настройками графики и rtx технологии от nvidia даже на твоем слабом пк нужен разве что выход в интернет но ты не ограничивай себя выборе на чем поиграть ведь доступны не только пк и ноутбуки если есть android устройство или айос играя на них gfn доступен и там вот я теперь наслаждаясь красотами night city в нашумевшем киберпанке 2077 на своем ноутбуке телефоне а если надо и на экране своего автомобиля впечатляет на очереди долгожданный аутсайдерс ну а если речь заходит о кооперативной игре мы с юрищем не против побегать и по вальхейму впечатляет это что сервис то бесплатные и после нехитрой регистрации можешь начинать игру хоть сразу но если купишь премиум аккаунт получишь ряд неоспоримых преимуществ таких как отсутствие очередей увеличенная игровая сессия и ту самую технологию rtx от nvidia ради которой люди тратят сотни тысяч на новые и видеокарты поэтому пользуйся моим промокодом власов и получая скидку 10 процентов на премиум аккаунт а вся информация находится в описании gfn точка ру начинай играть уже сейчас на прогулке анаприенко отказывается работа в тюремной мастерской посвящая все время чтения за годы заключения он лишь раз обращался к тюремному врачу с жалобой на насморк за решеткой начал курить стал замкнут и молчили сигареты но какие-то деньги то скоплены чем если у него всю жизнь сидеть хата у него осталось а с другой стороны наверное это все семьям погибшим отдается чё за вот маньяк убил семьями семьи резал сидит утром телевизор щелк щелк курит на прогулку сейчас телевизор выключил сигареты подушил пошли погулять воздухом подышать что такое книжечку мне принесите почитать да и новый журнал и пресс у меня крестьянскую рублю жертвами анаприенко стали 52 человека по всей украине места для преступления он выбирал так чтобы на карте страны они образовали крест юбан стоп и с юга на север одной украины его эксперимент не ограничивался но это вообще он хотел поставить крест на всем человечество вы за чудовище самое правильное себе крест анаприенко львовская область село братковича 96 год в мирное время здесь от рук анаприенко погибло больше людей чем за всю войну на митинге жители грозят властям уйти из села которая терроризирует неизвестные убийцы если брать вот этот вот 95 6 год когда я вот стрелял 43 человека то это не самая сложная жизнь если кажется там самая какая-то необычная жизнь это была самая обычная охота на людей всего лишь только на людей единственная вот разница между зайцем этом волком а здесь была охота на людей это он говорит телевизор в камеру вернее интервью дает вы понимаете да друзья насколько он не получил свое наказание да вот насколько он остался без наказанным то есть я не знаю может быть к нему отношения было другое так как была страна другая и может быть там действительно какой-то гуманизм преобладает но я вот смотрю и поражаюсь тому что он вот просто несет ему за это причем ничего ничего не происходит за это вот выключить камеру потом дубинка поговорили дайте сказать ты что говоришь что такое а дружок ты дружок ну падай ты на коленьки на колешки извиняйся и это что тебя не убили прощение просил всех он сидит или ничего от не отдали да да что тебя просто не взяли за четыре березы не разорвали на куски под шумок сказали бы умер там где-то на задвор тюрьмы нет пожалуйста сидит несет какой-то для защиты людей власти направляют в братковичи полк внутренних войск солдаты охраняют деревню пока не как чекатило в грязную комнату на да лицом к стенке пулю в затылок слушай а вот это лучше в лоб чтобы видел да прям уж и боялся а вот это я не очень понимаю это во время вынесения процессуального решения вся что с ним общаются вот это вот сейчас происходит это до того как его поймали еще да но как я понял после или херзная хер знает видимо после уходит известия очередное убийство совершено совсем в другом поселок хвостов киевская область эта женщина потеряла мужа и лучшую подруг какой здесь крик был я могу представить только если сереже стреляли еще там на дороге на него стреляли и он раненый бежал к машине а потом бежал к дому а потом света вышла на улицу ей включиться выстрелили на улицу то крик был наверно сумасшедший расправившись с водителем дальнобойщиком и его соседкой она приенка врывается к ней в дом там он видит двух мальчиков требует показать где родители прячут шестилетний горе начинает плакать это злит он наносит ему удары отверткой позже он объяснит следователю почему всегда убивал детей просто не хотел оставлять их сирот смотрят мы смотрим конечно вообще по 6 какой-то но меня предупреждал петр говорит это антон вот из ряда вон выходящих это прямо вот ни на что не похоже я так подумал еще думаю но сколько мы видели всего наверное это что-то такое знаете ну то есть но не так уж до страшен черт ну вот этот черт он очень страшно это просто так это дьявол сатана я не знаю как можно было вот такой вот вообще сказать да я не хотел оставлять их просто сиротами вот будут детишки мучиться родители нету бери у них на глазах их тоже за одну почеку жести такого не слышу не ни одного из маньяков которые ход но посмотрели до этого мальчик когда мать уже сказал что денег нету когда мать застрелим потом брата его застрелил на глазах у него и он держит в постели я спрашиваю деньги ты знаешь где он так станет спокойненько шесть лет пацанчик у того ли сен встает пойдемте поищем сегодня всего стреляю отец этого мальчика дальнобойщик василий мы ребята мы по-моему зашли слишком далеко нет да не нормально тот день задержался в рейсе чё это за музыка что-то какой-то да это самое яркое не буду говорить только через сутки он узнал о смерти жены двоих сыновей ковбой я просто не понимаю это как-то кощунственно что ли тогда какую-то там музыку ставят такую нам веселую из своего лучшего друга если бы мы были вместе мы были бы вместе в могиле просто один раньше приехал не повезло на сутки раньше приехал домой встретила его там смерть ту ночь василий потерял всю семью алиния осталась одна с двумя маленькими душами феврале 96 как вообще вот жить после я не знаю вот это прямо после такого вот эти все маньяки жалуются всегда вот у меня в жизни там такое потрясение до случилось там это мать бил бил била там или отец выпивал тоже на меня руку поднимал я это все видел и вот я так и получилось что там и убил кого-то и не одного а 10 15 они все эгоисты эгоисты вообще представьте вот мужичок дальнобойщик вся семья да он ну ну что то говорить да жена лучший друг двое детей да и вот она из машинки из какого-то старого там вышел грузовичка вышел и вот продолжает жить да да я понимаю вот так вот он же не пошел знаешь там от несправедливости взял обрез какой-то да на трассе где-то там выцепил выловил купил пошел по на всех там резать крушить вот насколько вот люди бывают сильные да или еще там какую-то мотивацию в жизни все-таки смысл там ну мы уже там не говорим про религию да но все же нет я считаю что вот сейчас вот в этом вот увидел этого мужичка не стало вот точно понятно вот mobileник это смотрели сейчас да я вот тоже мне вот какой-то вот это знаете там кто то там говорит он жалко жалко disaster они жалко а мужичок да чем не пошел он после всего этого там ой детство загубили явонь всю жизнь загубить всю жизнь сломано а у него детстве уже все оно было и сейчас он уже не молодой и заново это да но смысл такой да я думаю что наверное уже заново стартанет не каждый далеко не каждый там найдет себе там вторую половинку играть и такая училась все вот просто живет руководителем следственной группы назначают ивана добычука он первым обратил внимание что на разных местах преступления совпадают следы мужских ботинок позже после ареста обладатель тех самых ботинок с видимым удовольствием демонстрирует пренебрежение к собственной жизни даже свою возможную казнь на которой настаивают родственники погибших он хочет превратить спектакль у меня разорвали на машина или на лошадях я не боюсь это поэтому я считаю что нужно обратно провести значит серию таких вот смертных казней может даже каких-то публичных чтобы люди задумались что на украине без поделок заниматься нельзя смотрите что а это тоже одна из уловок помните вот выпуска прошивалова был такой я чтобы дофизировать всем что даже в правоохранительной системе что это ошибка правоохранительной системой даже таких как я да Shannon органы я пошел вот все доказывать да то они это делают вот зачем а я думаю что это уже деформация некоторая которая у него произошла уже в голове то есть он в целом все это понимает что произошло но у него видишь как бы руки развязаны говори что хочешь вот в чем проблема он может сейчас говорить что что угодно сможет завтра сказать, что я не знал, что я такое несу, извините, не только меня не убивайте, а вот... Короче, пока явного приговора нет, пока тебя реально не будет расстреливать, это они ничего не боятся. А когда наступает момент, когда еще сейчас тебя поведут пуль в лоб пускать, тут-то он как раз-таки все и сразу понимает. Ой, ну что такое? Президент, помилование, помилование. А президент сам сходил по роге, обивал, чтобы тебя застрелили. Виенко надет бронежилет. Во время очередного следственного эксперимента местные жители перевернули милицейский автобус с преступником, требуя его немедленной казни. Когда мы начали выходить, на него надели бронежилет. До этого, значит, не надевали. Он, конечно, сразу победил. Такой... Я так говорю, Туля, жить хочешь, видно, что боишься. Слушайте, так странно, конечно. Когда оперативники относятся... Следаки очень часто, то есть они вот Чикатило же, ну вот тебя особенно, кто вел Дело не называют Чикатило, там, Чикатило или... Романоч. Романоч, говорят. Ну, когда с Романочем беседовали. Или Муханкина, как там они его называли? Просто Володя или... Ну, да-да-да. Вова. Толя, Толя, жить хочешь. Толик. Ну, вот этому чуваку. Толя, одень бронежилет. Почему так интересно? Это как дружок, типа, или что? Ну, не, я думаю, что всё-таки это их работа. Вот. И относиться нужно к этой работе тоже с долей ответственности. Всё-таки ты же понимаешь, да, что если сейчас этого чувака прямо здесь самосу случится, то отвечать будут всё равно они за это. Потому что это погоны могут слететь ещё что-то. Ну, типа, как у вас работает судебная система, да? Чувака вас выхватили? Вы милиция или нет? Чувак, привезли-то по-другому вопросу. Понимаешь, типа, дело в том, что они поехали не просто так, а на следственный эксперимент. Доказать-то нужно все, понимаешь? Типа, людям-то вот особо уже не важно, да? То есть, они там статьей 13 у ПКРФ не руководствуются. Всё, и всем ясно, что это он убил. Это он убийца. Но, если следствует, то нужно доказательство, нужен эксперимент. А пока это всё не доказано, то там, допустим, из 60 или сколько там жертв, да, доказано пока только 30. Ну, это как бы, типа, не по правилам. Обратите внимание, опасаясь народного гнева, милиция в этом месте перекрыла автотрассу, а здесь оцепила всю деревню, запретив жителям покидать дома. Жесть, что такое вообще? Возле меня поставили двух ОМОНовцев, которые держали меня даже через дорогу, и метров сто держали от дома. Ну, бин, если можно было убить. Времена, когда, отправив серийного убийцу на виселицу, люди успокаивались, давно прошли. Сегодня важнее не только поймать, но и понять маньяка, чтобы предотвратить подобные преступления. Мне интересует смерть больше, чем жизнь. Мне не интересно жить. Вот мы смотрели с Юликом, Вероникой Степановым. Так. Вот, она решительно против смертной казни выступает. Ну, никак, не то, что решительно, она объясняет, что нужно этих людей изучать, изучать как подопытных крыс. То есть они должны жить не просто, знаешь, там, телевизор смотреть, курить, выходить, гулять, они должны приносить пользу обществу в виде, как бы, своего изучения. Глубокого причём. Вплоть до того, что тебе сейчас там вытащат из тебя всё, посмотрят и обратно сложат, как было. То есть вообще все анатомические, такие-сякие, психологические какие-то аспекты, всё нужно изучать. Я с этим, конечно, согласен, что нужно выработать, да, какую-то определённую формулу. А, извините меня, Анто, зачем? Тебе сказано, чтобы предотвращать заранее. Так, понимаешь, вот то, о чём ты говоришь, то, о чём говорит Вероника Степанова, да? Ну, может быть, это проще поймать. Это, в принципе, можно инкриминировать, правильно я сказал это слово? Инкриминировать что? Инкриминировать на всю большую науку. В том смысле, что... Ну, применить, скорее. Применить, да. А инкриминировать, что значит? Обвинить, да? Да. А, ну тогда неправильно я сказал слово. Короче, применить на всю большую науку. То есть, смотри, если мы рассматриваем, что у нас есть такие технологии, благодаря которым мы можем изучать маньяков, да? Почему они так делают, вытаскивать из них что-то, ну, то есть такое, на физиологическом уровне, биологическом, да? То есть, там, медицинском вырезать всё это. То мы бы эти ресурсы должны всё-таки были направить на что-то более такое, типа изучение раковых опухолей, изучение ещё чего-то. В данный момент это сделать невозможно. Но с точки зрения психологической мы уже всё давным-давно изучили, мы всё знаем. У нас маньяки весь 20-й век, 21-й век, всё, вы про кого не читаете, ангарского маньяка, ещё, почитайте любого профайлера, зарубежных, наших профайлеров, послушайте интервью со следаками. Они вам всё расскажут одно и то же. Всё про них понятно. Мочить их надо, потому что от них уже никакой пользы. Вот когда дойдём до этого момента, что можно их изучать, тогда будем изучать. А пока мочить, мочить, мочить. Ну, я с тобой частично, конечно, соглашусь. Не соглашусь вот в чём. Если всё изучено, то откуда эта падла появилась-то тогда, понимаешь? Типа, почему её заранее не распознали? Почему он вот так вот крестом умудрился всех людей-то перерезать, если всё так изучено? А где ж были тогда правоохранительные органы, если всё будет так Это уже неконтролируемый процесс. Это как раз-таки... Что угодно. Вот это вот должно быть контролируемым самым. Антон, 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 мама беременная была, заболела туберкулёзом, сифилисом, да чем угодно. Да. На ребёночка повлияло. Ребёночек родился, больной, слабенький. И мамочка издевалась над этим ребёночком, с папочкой на пару. Изнасилование случилось над этим ребёночком. Увидел он что-то в детстве. Это происходит всегда... Эти все маньяки, они все рождаются с детства. То есть ты хочешь сказать, что вот так тотально следить и предугадать это невозможно? Невозможно. Это может появиться и тысячу лет назад, и через тысячу лет. Хорошо. Тогда применить эти знания к поимке. Общие черты. Вот это вот... Вот поимку нам надо развивать. Но она развита уже... Она уже развита. То есть ты уже дальше тут ничего не сделаешь. Есть анализ ДНК. Есть видеокамера. Есть анализ крови. Есть всё это. Всё, поимки есть. Тут единственное, что ответственных следаков. И не закрывать висяки эти. И не руководствоваться так называемым планом. Но в любом случае, если уж он и сидит на пожизненном, то хоть какую-то пользу он пускай приносит хотя бы в виде его изучения. Каменоломни. А так и соглашусь, конечно. Но всё-таки, всё-таки... Пусть родники в Норильске разрабатывают. Как по мне, он заслуживает смерти в полном объёме. То есть прямо вот сто процентов это самая верная смерть. Прямо вот показательно. Да, мы живём не в каменном веке, но извините, а почему он совершает преступление как в каменном веке? Он за это не рассчитывается. Столько, сколько я знаю, столько, сколько я увидел. Я могу с вами соревноваться сегодня живучим на земле из Далай-Лама и, допустим, с Памбаринским, что они столько не видели, даже в частности связи с Богом. Разгадать тайну Анаприенко пытались многие. Откуда берутся такие, как он? Многими людьми вот такого порядка, как тоже Анаприенко, движет именно вот интерес, желание перейти какую-то грань, познакомиться со смертью, убить, видеть мёртвые тела. Контакт со смертью. Человек как бы преодолевает и свой страх смерти, тем самым, что он близко к смерти подошёл. Он сам был оруден смерти, он перед собой её видит, её результаты, и видит процесс убивания и умирания. Во многих западных спецслужбах существует своеобразная инструкция для тех сотрудников, кто занимается поиском серийных убийц. Памятка для сотрудников ФБР. Пункт номер один. Тяжёлое детство. Правильно. Правильно. А движет любыми маньяками-убийцами три главных столба. Давай расскажи, что. Значит, контроль, то есть для серийных убийц очень важно контролировать ситуацию. Чаще всего это люди, которые не могут контролировать свою жизнь. Бывают редкие исключения, как Джон Гейс, этот кулон-убийца, который там был в обществе как-то устроен, высоко стоял, какие-то это, но это исключения. В основном все убийцы, они чаще всего ничего по жизни не добиваются, он такие массовые серийные убийцы. Серийные, прошу прощения. И им очень важно в убийстве получить контроль какой-то, то есть завладеть этим. Третий, значит, момент. Это манипуляторство. Подожди, это был первый всё ещё, первый контроль. Первый контроль. Да, второе. Второе. Манипулятивность, ну или как это называют, то есть чтобы человек мог управлять кем-то, то есть власть какую-то почувствовать, да. Власть почувствовать над в целом человеком, над жизнью человека. Они не имеют. Вот он решает жить. Да, вот он решает власть, да. А третье я забыл. Это такая книга. Это мы знаем, конечно, знаем. Злог Российской Федерации. Красная, значит, красная. А белая я не помню. Я не знаю, белая я не знаю. Ну я, что ли, какие-то порядки. Это книга моя. Green Profiler. Обыкновенный профайлер. Он перед нами срежется. Я не помню, я тоже не помню. А вот этот он Чигур. Был по этим всем канонам маньяком? Чигур не маньяк. Если мы кино что-то, конечно, рассмотрим. Он убийца. Он убийца. Убийца и маньяки это разные вещи. Но он решал маньяк, такой вопрос. Он решал, ну, это скорее как-то его психопатию, да, определённо описывало. Но в общем и целом убийца, ты если послушаешь убийца, как бы это ни звучало противоречиво, но убийца это не всегда кровожадные люди. То есть некоторые... Не, но убийца может быть по обстоятельствам. Да, нет, я имею в виду наёмные, кроме мира, убийцы, да, или военные. Они чаще всего это не воспринимают как убийца. То есть нет, это убийство, да, но устранение цели. Вот как правильно. Ясно. Очень многие наёмники это бывшие какие-то там спецслужбы. ГРУ. Такие вещи, Антон, тебе вообще... Ты что-то, ребят, слушай, даже не надо на ночь, будешь плохо спать. Бля, ты знаешь, очень много как-то. Не надо тебе этого знать. Понял тебя. И вам не надо. Ты вообще что тут делаешь, школьник? Да. Иди посмотри мультики, бля... Канал это Ю, бля... Котик Дуду и котёнок Пи-пи. Иди, детский канал, я дочери включаю, чтобы успокаивалась, быстрее засыпает. А паровозик Томас, ёпт-япт-япт-япт. Садись вот на... Приключение всех этих паровозиков. Весёлый поездок. И давай. Ту-ту-ту-ту-ту... Да, это самая там смесь. Ты уйди отсюда. А друг наш, любезный... Дружок, а ты? Ты, да, который пришёл к нам сюда по делу, да? Который хочет разобраться во всём этом. Мы что-то думаете, шутки шутим? Смеёмся здесь, это... Антон? Ну, погиб. Нет, нет, друг, подумай. Подвинься ещё чуть-чуть. Ай, ну-ка. А ты сюда садись, друг. А ты, да. Местечко для тебя. Для тебя вот сюда, на полочку присаживайся. И с нами посмотри. Чайок, кофеек. Можно маме позвонить. Всё у нас чётко. Чётенько. Анатолий Анаприенко был поздним ребёнком. Роды прошли с осложнениями. Его матери было уже за 40. Отец бросил семью. Через три года мать умерла. Толик оказался в детском доме. Там мальчик понял, что внутри него живут два существа. У меня всегда было два человека. Вот этот Тихоня был, который наблюдал за жизнью со стороны. И был тот, который участвовал в этой жизни. После детдома Анатолий Анаприенко поступает в лесную технику. Евгения Зайченко принимала у него вступительные экзамены. Учился посредственно. На третьем курсе исключили за плохую успеваемость. У Анатолия Анаприенко есть... Слушай, ну вот я пока не могу сказать, что он, типа, сумасшедший. Знаешь, там, чтобы вот... Ты сказал, что он не сумасшедший? Нет, просто вот якобы... Мне так складывается ощущение, что вот он хочет всем этим видом, всеми этими россказнями как будто подловить на том, что он, знаешь, немножко вот такой вот шизоватый, не от мира сего. То есть там две личности было. Одна такая, другая сякая. Потом все вот эти речи о том, что я знал больше, чем Далай-Лама, там, ближе был к богу, чем кто-либо. И убивал из-за того, что там... Ну, знаешь, как бы такое ощущение, что вот как бы хочешь создать вокруг себя какой-то, блядь, мирок, который всем потом на уши развесить. И, типа, подумал, все-таки, да, он так, типа, полушизик, полубольной, блядь, творил вещи страшные. Ну, то есть, как бы вот на это я бы вообще не купился, если он это хочет сделать. Если он это не хочет сделать, ну, и пускай не делает. Просто несет чушь, лишь бы сказать тогда. Мой брат, Валентин. Старше его на 14 лет. Сейчас Валентин Анаприенко пенсионер. Живет в Житомирской области. Хотя я брат, только уже сейчас вот эти умали законы. Его, конечно, надо было лишить жизни. Но он ему уже не брат, я уверен. То есть, совершив такое, знаешь, там, это никто тебе не скажет. Только мать. Ну, если только мать, да, о мать тебе нет. Чуба Анаприенко уходит в армию. После службы он заканчивает Одесское мореходное училище и ходит в рейсы на пассажирском теплоходе «Максим Гульки». Занимаясь контрабандой и фарцовкой, собирает небольшой капитал. Я был молодой. У меня еще, как говорится, все было при себе. Тело было. Все по мужской линии было в порядке. Я, естественно, хотел жениться, наверное. До 30 лет была нормальная, прекрасная жизнь. Были деньги, были машины, было... Ну, было практически все. В 87-м году его уволили из пароходства. Пришлось начинать новую жизнь на берегу. Стать пожарным. Ну, это зарплата пожарника. Ну, конечно, меньше, чем на флоте. И когда он сюда приезжал, ну, кроточникам, то одни презенты были, когда он приезжал моряком, и другие презенты, когда он был пожарником. Денег не хватало, да? Анаприенко быстро дослужился до командира отделения, вступил в партию. Все отмечают, что он очень тренированный человек. Он мог полностью в экипировке пожарной экипировки сделать сальто с ног на ноги. Вскоре у Анаприенко рождается сын. Но тот отказывается от его воспитания. У меня убить своего сына, хотя я практически не воспитывал его, гораздо легче, допустим, чем было убивать именно невинных людей. Потому что я признавал, что это не то, что маленькие дети. Это просто не мои дети. Ну, убить своего сына, который ты знаешь, что его родил, это легко. А вот убить невинного ребенка, это очень трудно. Черт! Я вообще... Подожди, логика какая? Что вот есть мои дети, да? Да. Они невинные или что? По последней фразе я понял следующее. Он сказал, что как бы часть тебя, ребенок твой, ты его убивать легко. А вот чужих детей, это типа... Не знаю, может быть, он рассматривает своего ребенка как свою собственную. Знаешь, там типа того, что я вот могу его убить, и все, я ее убью. А чужих детей, типа, говорит, очень тяжело, потому что они не мои, там и не знаешь. Но как-то... Подожди, да, еще раз послушаем. Но мне показалось, что именно то он сказал. Своего сына, хотя я практически не воспитываю его, гораздо легче, допустим, чтобы убивать именно невинных людей. Потому что я признавал, что это не то, что маленькие дети, это просто не мои дети. Ну, убить своего сына, когда ты знаешь, что его родил, это легко. Вот этот момент, да? То есть у него все наоборот, такое ощущение, я знаю. Опять же, он говорит, это все специально или нет, но своего собственного для него убить легче, чем... Но его он не убил. Я думаю, что просто в один момент Шизу поймал какую-то такую. Не знаю, это что-то такое, что пока мне непонятно. Да, человек... Он не Шиз, понимаешь, в чем дело-то? Он не Шиз. Он какую-то философию строит вокруг своих деяний, но это не то же самое, что мы смотрим медфильм, когда там люди, дела мои никудышные, там, потарше рубил, это оказался военный американский. То есть это что-то из области поиска логики тому, что он натворил. Понимаешь, типа, вот он, наверное, это все делал, типа, не бездумно, он просто как бы хотел крови, скорее всего, так, как говорили. Просто заходил и резал людей. Если находил деньги, было хорошо. То есть он дальше там мог существовать. А потом вот его взяли, милиция, начинают спрашивать обычные вопросы. Зачем ты это сделал? Ты почему это начал делать? Я не знаю, может быть, ему не сказать было почему-то по какой-то причине, что я просто вот так ужил. Ну, то есть вот так моя была жизнь, я вот так решил ее распорядиться, что я буду ходить убивать. Он начинает какую-то у нее придумывать. Это оказалось все не просто так. Это оказалось все на уровне, там, да, философии какой-то. Мне кажется, это все выдумка для репортеров и для просто чего-то там, чтобы менты написали. На самом деле он просто придурок, как вот сказал. А вот убить невинного ребенка, это очень трудно. В 89-м году тихоня в душе Анатолия Наприенко окончательно сдается перед натиском его второго я. Первое убийство он совершил спонтанно. Увидев заснувших в машине торговцев черешни, он расстреливает их через стекло. Потом убивает прохожего на лесной тропинке. Потом водителя грузовика, который остановился на просьбу о помощи. За два месяца он убил 9 человек. Анатолия Наприенко можно было остановить после полка, когда он совершил 9 убийств. Распробовав вкус крови, Анатолия Наприенко чуть не попадает в руки милиции. Сотрудники ГАИ преследуют его автомобиль. Машина находится в розыске. Анатолия Наприенко уходит от погони. Неужели скроется? День, он бежит из Украины. То есть поняли, да? Была погоня. Не сказал просто диктор о том, что упустили его, но по факту упустили. Смог уехать, короче, да, от машины милиции. Жесть, блин. Вот всё, как так получилось. Неужели там нельзя было на следующий пост передать? Как он уехал-то с трассы-то? Куда он? Нет, ну как я понял, у него какая-то вот эта подготовка. Всё-таки была, да? Ну да, потому что там и на флоте служба, и пожарник в полном мандировании сальто умеет делать. Машина-то, б***ь, это не то же самое. Но почему? Не на ногах бежал, не Фринстоун, ёпта. Братан, ёпта, он же не ногами бежал, а на машине уехал. И этих машин полицейских, сам понимаешь, на каждом посту стоят, спрашивают у тебя хуйню всякую, а тут не смогли поймать какого-то этого ублюдка. Ну это странно, б***ь. Да убивал, грабил просто. Убивал и грабил, просто вот он был, знаете кто? Разбойник по старым понятиям, по всем. Вот разбойник, ну не такой разбойник, как там показывают в этом мультиках, ёпта, где там он это, тебя свистал, ёпта, и посмеялся над тобой. Он реально настоящий разбойник, который вот просто вот без суда и следствия заходил, убивал, и в то время не могли когда его найти, потому что не было ещё таких технологий и таких знаний, да, там вот этого всё криминального дела. А вот он как бы в этом теле родился в современности. Он был с детей, и я думаю, что он убивал просто, чтобы не оставлять свидетелей, а не из-за того, что... Сто процентов, да. Либо ему просто нравилось лишать людей жизни. Это такое тоже может быть. Терпевший, я это всё делал и видел это всё. Я страдал больше всех. Сначала Анна Приенко отправляется в Германию. Он просит политического убежища в посольство Греции, Канады и Испании. Безрезультатно. Через шесть лет скитания по чужбине, его депортируют на родину. Анна Приенко уверен, родная милиция его всё ещё ищет за старые убийства. Он ждёт ареста. Он, конечно, разыграл себя человека больного психически. Он мне рассказывал, что он, когда возвратился в аэропорт, он встал на одной ноге и стоял целый день, чтобы на него обратили внимание. Что он ненормальный человек. Вот таким образом он попал в психиатрическую больницу. Скорее Анна Приенко обнаружил, что его преступления не раскрыты. А его никто не ищет. Оставаться в психиатрической клинике дальше не имело смысла. Так. И спрашивает врача, вы что, считаете меня больным? Врач говорит, нет, я так не считаю. Так вообще все больные говорят. Ну то отпустите меня отсюда. Ну и идите. Это что такое было? Вот вы, бля, вот вы, а считаете меня больным? Нет. Так может быть тогда отпустите меня? Иди. И уходит. Ой, блядь, вот это хитрая г**ня, конечно, понимаете, да? Его депортировали, прилетел в аэропорт, его выпустили. Видимо на паспортном контроле ничего не спросили. Он что-то перепух, думает, неужто так все просто? Стал на одну ногу, в дурку забрали. Пересидел, перекантовался, никто не ищет. А я здоров, доктор. Здоров, могу идти, иди. Вышел. Это что такое? А в тюрьме может так? В тюрьме вряд ли. Вот скажи, начальник, ты считаешь, что я опасен для общества? Или я вот заплатил долги по своим преступлениям? Заплатил. Опасен ли я? Нет. Я тогда могу пойти? Иди, иди. Ты че это? Бухтар, откройди ему яйца. Покусай его. Больно. Спокойный выходит через проходную лечебницу. Так самый кровожадный маньяк лейка оказывается на свободу. Но когда он понял, что никто, что ему 9 убийств шло с рук, он понял, что это безнаказанно, что можно продолжать дальше. Позже в разговоре... Вот объяснение все, что он так делал. Это все выдумка его, какие-то вот эти его философии, философские мысли. Просто безнаказанность почувствовал. Он может зайти, убить, уехать в другой конец страны, а еще лучше просто выехать опять за рубеж. И все. И опять жажда крови у него насколько-то будет утолена. Следователем Анна Приенко убеждал его, что вступил в контакт с некой могущественной силой, которая отдает ему приказы. Сегодня, может быть, это Земля, а может быть, и с космоса, и с какие-то... Выдруг, по-моему, хочет 100%... Как они себя могут называть, а может быть, и реально существуют, которые могут влиять на тех или иных людей и программировать те или иные, возможно, программы с космоса, а может быть, с Земли. И определенные люди должны это делать. Я считаю, что был подготовлен для этой роли. И неплохо выполнил это задание. Его заданием было убивать людей, согласно четкому плану, который он разработал сам. Когда умирает человек, панихиду справляют на 9-й день, 40-й день и через год. Анна Приенко уже убил 9 человек. Теперь, согласно своей похоронной логике, он должен был отправить на тот свет 40, а потом 360 человек. Памятка для сотрудников... Нет, это точно дуркует он. Конечно, дуркует. Это дуркует он никого не проведет. Если все следователи, все криминалисты могут точно сказать, что это уже все как бы демонизирование своей собственной какой-то вот этой вот дикости, что он еще хочет больше. О чем? Все равно знаешь, что ему крышка. Говори, что хочешь, говори, что угодно. Посланник там дьявола, сатаны, убийца там... А вдруг прокатит? А вдруг прокатит, да, те же... Нагой поставил, на одну ноги же прокатило. А что, специфца уже прокатило? Ну, да, рассчитывает на вот это вот, на шару, грубо говоря. Сейчас как возьмет, да обманет случайно, и все. Ника ФБР. Пункт номер два. Убийство серийного преступника – это реализация его комплекса. Преступление для серийного убийцы является способом доказательства собственной значимости краткое превращение из раба в хозяина. Все верно. Касечки. Касечки. Я же не так уж обрегу на ксилу. Ой, боже. Че, че надо? Ну, я хочу подзарядить в этом себе. А где зарядка? А, нет, зарядка вот х**бая. Вот это х**бая зарядка? Нет, это нормально, моя, не надо, мало заряда там. Ты слышишь меня или не слышишь? Спасибо, Никит, большое. Это моя, не трогай ее. Это тоже не моя. Это не твоя. И пистолет тоже мой, кстати. Мы его взяли. Видел я. Ну, мы же его взяли. Ну, понял я. Это Анна Семеновна Карпенко. Зимой 96-го. Я тоже не понимаю, это что такое? Это какая-то вот ностальгия или почему-то? Я тоже не понимаю, как в мой Мальборо какой-то пошел. Не, ну это... Я только убил ее детей. Через год, не выдержав горе, умер. Ребята, это я. Это перекурил кто-то, блядь. Монтировал. Неужели другой музыки не было? Муж случайно. И убил детей. Ну, это что, да, пиздец, да? Это как-то вот НТВ приколы дает нам. Ее муж. Я тут сплю, а муж в той комнате. Тут, кажется, кто-то в ворота, железные ворота, палкой кто-то стучит. В ту ночь Анна Приенко выманил хозяина дома на улицу, разбил окно. Он стреляет в него из обреза и вырывается в дом. Уже она в дом зашла, и он ее застрелил. И сразу прямо в сердце. А дети наверху спали. Ну, он и детей. Ну, то что ж там таки на шкурте... Ох, ребята, вот сейчас меня окатило прямо. Вот знаете, как мурашки, вот прям, вот как будто холодно стало сразу в один момент. Специально, чтобы оставить следы, он хотел показать, что действует один и ничего не боится. Свой обрез он всегда носил при себе, в пакете. Несколько раз его останавливали для проверки документов, но всегда отпускали. В пакетик не смотрели. Уже было много, и убийства, и там убийства, и там убийства. Народ был такой встревоженный. Сыщики установили, что обрез, из которого были совершены все убийства, был украден в селе Народичи, у одного из членов общества охотников и рыболов. Председателем этого общества был Валентин Анаприенко. Залез, убрал замки и украл ружье. Мой дом или долг, а дарь, кто же мог? Смей. Как мог? Анаприенко регулярно навещает брата, привозя ему в подарок разные бездюжки. Если бы Валентин знал, что многие из этих вещей Анатолий снял с убитых. Что можно, значит, снять с убитого человека, который целый пить палец. И тут же это пальцы помыть в воде и дать, любимой девушке. Вот это я, допустим, по-человечески не могу воспринять. С зверинами это могут, да, наплевать. 23 декабря 1995 года. Анаприенко приезжает в село Гоморня Малинского района. Понимаете, да? У Чикатила тоже была такая фигня. Он привозил иногда украшения. И сливко, вроде бы, детям дарил. И вроде бы сливко тоже, да. То есть это как бы тоже не новинка из мира, да? А, и вот этот, помнишь, бочка? Ой, чуть не помню. Тоже его отпускали к жене, он привозил женщин. Да, 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 тоже, да, да. На этой машине синезаторской ездил, тоже, да, кольца снимал. Ну, это да, причем маньяки берут еще с собой и на память это все, знаешь, там, типа, чтобы переживать, как бы, вот эти впечатления заново в памяти, как фотография. Угу. Я в следующей комнате была, услышала, прибежала сюда на крики. И он потом выселил ей как-то живот. Перед уходом она при... Братан, ну это да, это вот это зверь, да, вот это зверюга. Просто самая натуральная и, ну, опять же, да, все еще смертную казнь нам не надо, да? Ну, все еще не надо. Но неужели это не исключительный случай, вот, который прямо выходит за такие рамки далеко, что, ну, никто... Который просто несколько семей убил. Мы даже не будем сейчас говорить о вот этих вот, знаете, там, как работает наша судебная там система, да, о том, какие налоги кто платит там, какие части идет их на содержание этих всех пожизненников. Факт в том, что этот человек, он реально, вот, как сказали, вы настолько опасны для общества, что вас надо вот убить. Вы должны, вот, все, быть умерщвлены. И я считаю, что в данном контексте это прямо вот ничего другого здесь не может быть, кроме как убийства его. Казнь. Да, убийство. Те, кто убивает, это казнь. Вот, казнить его нужно обязательно было. Янко поджег дом. Это был эксперимент с мертвыми людьми, когда я убил женщину, одну, вторую. И именно мертвую мне было приказано ее, ну, с ней поступить половой акт и произвести, ну, полный половой акт. Ну, вот такой эксперимент на моем физическом теле. Я смогу ли это сделать или нет. Схватили Анна Приенко в апреле 96-го военно... Опять же, все прикрывается трус, потому что, да, ребята, ну, я лично так считаю, трус вообще полнейший. То есть он, как сказать, преимущественно с обреза всех убивал, да. Если резал, то маленьких, извините, детей, вот, либо женщин, там, я что-то не услышал, чтобы он на мужика накинулся, знаешь, там, типа, заведомо непонятными шансами с ножом. Вот, все с обреза, все издалека. Теперь опять рассказывают какие-то байки о том, что ему какая-то высшая сила сказала, а не он сам так решил. Да, да, да. Дуркует, дуркует. Да. В городке Яборов сосед женщины, у которой остановился на Приенко, донес на чужака в милицию. В первый раз от него отмахнулись, но тот был так настойчив, что подозрительного человека отправился проведать местный участковый. Отмахнулись менты. Понял, да? Пришел, говорит, такой человек подозрительно у вас заселился, может, это он и есть. Что-то тут это, все. Не, уходи. Давай. Хватит смотреть, поменьше смотрите фильмы ужасов. Ужасов, да. Не мешайте работать. Идите домой, не мешайте работать. А он сказал, нет. Вот настоял, представляете, этот милиционер, что идите проверяйте ваша работа, все, пошли, и что? Милиционеры зашли, то гость немножко как-то растерялся и бросился к сумке большого такой капажа. Она стояла около двери. А там обрез, да? Милиционеры инстинктивно, внутренне, профессионально. Ему преградили туром до этой сумки. И за руки. Открыли сумку, а там обрез. Кроме оружия, в сумке Анаприенко лежали вещи убитых. Все ясно. На первых допросах Анаприенко рассказал, что послан высшими силами. Вот не было бы того мужика, который настоял бы. Опять же, да, опять вот я убеждаюсь, у нас все какой-то случай. Все случайность. Опять случайность какая-то. Менты пришли, иди вон. Какой ты там, иди ты нахер. Нет, проверьте. Обрез в сумку убитые. Это самое, он оказался сумасшедшего корчит. Кого поймали? Представляете, да, мужика, я не знаю, потом ему как оперативники в глаза сказали, слушай, ты был, надо было сразу нахер. Нет, ну да. Ты не говори там, что мы тебя послали сперва. Ты скажи, что мы сразу. Скажи, что мы сразу выехали, там, пять машин. Чтобы наказать свой народ. Я считаю, что это была привык против лихорадочного коммунизма. Вторая, значит, убийства были против бешеного национализма. И третья серия убийств должна была быть против чумы 21 века. Они не совершились, поэтому чума 21 века начнется. Эксперты вынесли заключение. Анна Приенко здоров и может полностью контролировать свои действия. Все правильно. Существовали подозрения, что преступник оговаривает себя. У адвоката со своим подзащитным сложились доверительные отношения. Он ответил очень четко и ясно. Он сказал, Руслан Иванович, у меня вот эти руки полностью все в крови. Все мои эпизоды. На следствии стали известны дальнейшие планы Анны Приенко. Он собирался раскинуть свой крест истребления на всю Европу. Мне было предсказано, допустим, убить еще 360 плюс-минус 10 человек в Германии после того, как я сделал 40 человек на территории Украины в 90-м году. Я готов это было сделать, хоть буквально прямо сейчас пойдут. Казалось, на суде загадка Анна Приенко раскроется окончательно. Какие потаенные комплексы... Президент сидит. Где президент сидит? Учма. На суде загадка Анна Приенко раскроется окончательно. Нет. Какие потаенные комплексы он пытался реализовать своими преступлениями? Родственники 52-х погибших требовали для преступника смертной казни. За второе дня мы оглашали практически прием. Он спокойно воспринял. Все в зале мужественно стояли все это время на ногах. Только Анна Приенко демонстрировал полное безразличие ко всему. Лично я хочу смерти. Почему? Потому что лично мне, как человеку, эта жизнь уже неинтересная. Поэтому я за применение смертной казни по отношению к себе. За убийство пяти. Вот, давайте. Так не, это опять же все, я говорю, наверняка... Хотел бы смерти, повесился бы. Да, да, да. Нашел бы время, да, обрез там достать, да и в лоб себе стрельнуть, если бы так... Нет, я имею в виду в тюрьме уже самая. А, в тюрьме, да, да, да. Хочешь смертной казни, неинтересно, пожалуйста, петельку себе да и влезай. Смотрели мы его, Никиты, помнишь, Тюремный волк или как там называется, да? Да, да. Все, вот два варианта у него было. Либо он убегает с тюрьмы, да, либо его обратно садят, все. Он на тряпках сам там сделал петлю и затянул. Все, на покрывале повесился. Без записок, без всего. Без всего, да, все просто ясно было. Трус, он трус самый правильный. 11 детей, Анатолий Анаприенко был попеловек, в том числе 11 детей. За убийство 52-х человек, в том числе 11 детей, Анатолий Анаприенко был приговорен к высшей мере наказания. Расстрел заменен на пожизненное заключение. Обратите внимание, сразу после оглашения приговора, Анаприенко делает жест, словно рисует на лбу крест. Теперь он смертник. С момента трагедии прошло почти 10 лет. Но для родителей Вадима Зайченко беда случилась, словно вчера. Что скажешь? Нет. Нет детей, нет внуков, остались сироты. Каждый день плачу, на кладбище хожу. Каждый день приходит на кладбище и Анна Семеновна Карпенко. Кто додумался вообще вот эту музыку поставить? Это просто как... Не, это полное дерьмо, конечно. Ты полное говно. В криминальной России такого не допускали. Это вот что? Репортер профессии? А, чистосердечное признание. Ну что-то туда. Нет, это я могу только как ошибка, какая-то просто катастрофическая ошибка монтажа. Это Сергей Марусин. Он появился на свет благодаря трагедии. Тогда его мама, Лиля Заграничная, потеряла мужа, а отец Василий Марусин жену и сыновей. Но звук как будто вот Беревенов-16 смотрит. Да, в натуре. В год его родители поженились. Было тяжело смотреть, как у Васи, допустим. Я знала, что у меня есть девочки, и есть ради кого жить, а он вообще был в отчаянии. Мы поженились еще. Я сам остался без детей. Убили двух сыновей. Ну вот хорошо, что у нас сложилось тогда. Да. Что как-то поддержали его, и смысл жизни опять есть, конечно. Сына назвали Сергей. В честь первого мужа его мамы и друга папы. Мальчик удивительно похож на своего брата Борю, которого видел только на фотографии. Дом Анаприенко в его родном селе кто-то разобрал за одну ночь, оставив на этом месте кучу мусора. Не простил предательство Анатолию его старший брат. Валентин ни разу не навестил его в турнире. Ну, может, это даже не по законам Божьим, потому что от брата не отказывается в любом случае. Но я не могу, если я вспомню, что он делал вот такие... Нет просто сил и туда пойти. Ну, что я ему скажу, зачем ты делал, что он мне скажет. Я даже доволен тем, что я совершил не случайное убийство, а совершил серию запланированных убийств, что по отношению ко мне идет уже такое снисходительное, там, президентское решение, значит, что будет обязательно расстрел, поэтому я этим доволен. Из пожизненного срока Наприенко отсидел всего 9 лет. Он изменился. Кстати, вот вы с Юликом что-то я как-то заметил, что-то смотрели про тюрьмы американские для детей. У Юлика на канале, да. И у вас возник вопрос, почему у них робы оранжевые? Да. Вот. Почему? У меня есть версия. Давай. Потому что во всех тюрьмах есть вышки. И просто-напросто человека в оранжевой робе намного легче увидеть издалека, чем человека в черно-белой робе. Блин, братан, это не так понятно. Я думал, ты мне скажешь что-то более интересное. Ну, я не знаю. Я-то думал, что что-то ты мне такое скажешь. Не, это понятно все, что в чувака в куртке ярко попасть легче, чем в черной. Но я-то думал, что там еще есть какой-то аспект, что, знаешь, у них типа все тюрьмы белые. Контраст, чтобы был такой, типа там, что не белые на черном, а именно что оранжевые стены белые и все такое. Вот странно, что у нас. У нас просто, видимо, знаешь, настолько убеждены в том, что побегов не может быть, выдают просто ватни, телогрейки какие-то, слушай, ладно. У нас вообще свободная одежда во многих тюрьмах. Только в строгачах дают. Ну, там надо, да. А так там, ребята, сидят в стрижках, спортивочках, курточках. Ну, то есть это, костюмчик можно купить, да, у этого. В Витмо можно? В Витмо сидеть. Я вот, можно. В Витмо. В Витмо появишься где-нибудь на хазе? Все сразу. Сколько стоит, Никитка? Сколько стоит? Слушай, Антошка, не знать тебе лучше. Не нужна тебе такая футболка, Антошка? И я вот так, знаешь, пацаны, а что за прикол-то? Что это за кофта такая? Котики? Коты. Коты. Ты что, брат? Попутал. Давай в карты, еб. На задницу. Администрация житомирской тюрьмы отмечает его примерное поведение и аккуратность в быту. Про таких заключенных говорят, встал на путь исправления. Сюда кровать заправлено. В камере у него нормально, что он, ну, как, убирает. Мне говорят, к режиму содержания хорошо относятся. Вежливый. Идет себя тактично. По закону, через 20 лет он сможет обратиться с прошением о помиловании. Теоретически, возможно, помилование, возможно, все может быть. Памятка для сотрудника ФБР. Пункт номер 3. Маньяк никогда не останавливается. Вот, вот этот номер 3 нам нужно применять и к Мохову прямо сейчас. Я считаю, что, ну, маньяк. Ну, маньяк. 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 Какой? Да, как бы, мы уже обсуждали это не раз, да, там, по счастливой случайности, просто никто не умер от его рук. И то, кстати, там, ребеночка можно считать. Но, я уверен, что рано или поздно что-то с ним случится, где-то он будет замечен, что-то он натворит. Никогда не остановится маньяк. Это вот как, вот, знаете, даже, мне кажется, даже, на смысле нет. Хотел привести пример, чтобы бросить курить, да, ну, это вообще не то, наверное. И то бросить курить-то тяжело, да, люди там годами бросают, а опять это, ну, только вредная привычка. А у маньяков вредная привычка, сами понимаете, да, там, типа, вот эти вот жажды крови, жажды там... Просто, знаешь, что странно, вот, рассказывали, что он на Украине, когда убил 9 человек, и сбежал в Германию на 6 лет, неудобно, что он остановился, и эти 6 лет никого не убил в Германии. Тоже хороший вопрос, я об этом не подумал. А не убивал ли он случайно бы в Германии? Убивал, мне кажется. Может быть. Годовой план убийств, который наметил Анатолий Анаприенко для самого себя, выполнен только наполовину. Я говорю, например, что если будет дальше жизнь на Земле, если Богу угодно, или же высшим силам, или, может быть, у меня это выйдет, вот, я обязательно сделаю и годовины, вот. А годовины будут 360 плюс минус 10. И никто не знает, кто попадет в число жертв. Возможно, читая в камере законы, он думает о провозглашенной им битве с чумой 21 века. Возможно, его врагами будем мы с вами. Мы уже слышали это, по-моему, от битцевского маньяка, да? Что он тоже там истреблял алкоголиков, проституток. Как у этого, Риховского. Да, да. Вот Печушкин, Риховской, это все вот, мы уже эту песню слышали. Что он здесь был послан для какой-то определенной миссии. Это не один он такой. Твой кресло на карте мира он еще не нарисовал. Ужас. Да. Ужас, 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 ребята. Это был очень тяжелый выпуск. Даже, я скажу вам так, все выпуски ужасные, да, не надо там говорить, что этот был попроще, этот был пожестче, потому что это все за этими выпусками стоят жизни людей, да, которые были загублены. Но отметить, что это из ряда вон выходящая, да, ситуация, что она произошла, во-первых, в смежной нам стране, да, в Украине, вот где... Ну, особая разница между, ну, это и в России могло произойти. Я просто говорю о том, что... Да и в Германии. Везде, везде, повсеместно это все происходит, то есть никто там, да, уровнем жизни и все такого, ну, взять там фрица Хонку, да, того же, то есть тоже жил, как бы, двери были все открыты даже в то время там в Германии или где он там, ну да. Все может случиться где угодно, и поэтому нужно быть максимально, друзья, внимательными. Берите с собой средства обороны. Мы уже не раз говорили, ну, какой-нибудь... Ну, ладно, перцовку. Перцовку возьмите, да. Самый надежный помощник. Самый надежный, прав, перцовку. Все, друзья, будьте внимательны, вот такой вот выпуск чудовищный, вот, но про него нужно было рассказать, потому что это ужас, да, раз уж мы говорим про все, мы будем говорить абсолютно про все. Вот, Никита? Ну, что сказать, честно сказать, и в детстве, когда я, ну, просто вот этой темой так активно увлекался, много читал, да, я и про этого Наприенко читал. Был, да? И, честно сказать, вот его биографию мне всегда было читать немножко страшно, потому что все-таки там, знаешь, обычно маньяки, это хоп, там, вот, лес, еще что-то это, а это прям домой врывается к тебе, да. И с обрезом, ну, прямо безопасность нигде не чувствуется. Даже голова у нас, что-то как-то, у меня-то точно заболело. Ну, что ж, друзья, вот такой вот сегодня был выпуск, вот, довольно тяжелый, но он подошел, к сожалению, наверное, даже к счастью, в концу. Да. Все, наконец-таки. Антон Власов сегодня был вместе с нами. Кульмагризин с вами, был, помогал Антону. Ой, тяжело, ребята, все, я зарекаюсь, я не знаю, но надо тиктоки поделать, ребята, уж поймите правильно, надо что-то нам такое, вот, байки-склепы, тиктоки посмотрим, может быть, смелось, проиграл какой-то. Все, вот это вот какая-то точка, прямо кипение наступает уже, да, вот. Вот, ну все, в общем. Все, ребята, пока, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok